Всем привет! Это проект Редколлегии Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару и сегодня у нас в гостях Владимир Свечников, блогер и человек, который мнение имеет. Это наша первая Редколлегия в 2021 году. Это будет год, который будет отличаться от 2020. Редколлегия, как минимум, будет отличаться тем, что с нами не будет ни Андрея уже Затирка, ни Романа, например, Шадрина, которые были с нами один первую половину года, второй весь год. Теперь мы будем без них, будут у нас появляться другие люди. Владимир никуда пока не уезжает и не уходит, будет к нам приходить в Редколлегию. Да, меня будут резать нещадно здесь, все вырезать, самое интересное. Но я буду ходить все равно достать. Мне за это, кстати, ни копейки не платят. Уже мне тут спрашивают, говорят, ты там зарплату получаешь? Я говорю, ребят, я вот за все время сотрудничаю с Читару, наверное, лет 25, так или иначе, публикует мои комментарии. Ни одной копейки Читару мне никогда не заплатила, ни разу. Но это прикольно. Но я все равно, мне очень нравится с Читару общаться. Это все-таки ведущая СМИ, и именно поэтому мы сегодня об этом поговорим. Да, мы с Володей обсуждали, что нам хотелось бы обсудить по итогам 2020 года и пришли к двум выпускам. Вообще-то мы их придумали. Первый будет касаться того, какие события в 2020 году Володе и мне кажутся важнейшими и в мире, и в регионе, и в стране. Но мы про это поговорим через несколько дней. Сегодня, вот мы пишем 3 января нашу первую редколлегию 2021 года, мы хотим обратиться к статистике Читару. Мы посмотрим на то, какие новости и статьи, какие вообще темы были максимально интересны аудитории Читару. Мы про то, какие это темы не знали до сегодняшнего утра. Я не смотрел на эту статистику, Володя не имел к ней доступа, но я попросил, точнее не попросил, у нас есть такой отчет, самые популярные новости, причем у нас есть деление на платные и на бесплатные, самые популярные статьи, обзоры, фоторепортажи, блоги. И Володя посмотрел на эти темы, мы их очень коротко сейчас обсудим. Посмотрим на 10 самых популярных тем в новостях, но может мы будем путаться с числом, не обязательно. Будем путаться, потому что топ тут не хронологический, тут по-любому будем туда-сюда путаться, но тем не менее это интересно. Да, ну и давайте сразу переходим к делу. Самая популярная новость на Читару в 2020 году была написана 4 января ровно год назад. Срочник сбежал из военной в части в Забайкалье, такая была новость. Часть воинская на самом деле, ну ладно, военная, пусть будет военная. Ну такие журналисты не обязаны знать детально, а с другой стороны там военная пишется короче, а каждая буква в заголовке, как известно. Да, Яна Сазоново писала эту новость, солдат срочной службы Артур Хакимов самовольно покинул часть в поселке Большая Турака Рымского района, писала об этом издание Ура.Ру со ссылкой на комитет солдатских матерей. Ну а темы такие периодически возникают, я уж не знаю, почему эта тема привлекла какое-то внимание. Это скорее всего вот этот отголосок всего этого громкого дела, нашумевшего с расстрелом, да, ну с этими всякими делами. И то есть тут видимо опять ожидали, что опять что-то там кто-то кого-то опять побежал с автоматом стрелять. Я вот служил в армии в 90-е годы, 94-го по 6-й год, с 93-го по 96-й год и в том числе служил по контракту. И знаете, был такой период, у нас Зайцев была фамилия, генерал Зайцев, не помню имени, начальник штаба Забво тогда, Забайкальского военноокруга, или Сибво у нас тогда, Сибирского военноокруга. И соответственно вот этот вот генерал Зайцев двух солдат, бегунков, вот этих вот беглецов поймал лично. Как вот везло просто человеку. Одного где-то на кладбище нашел, причем с автоматом пацан убежал, к нему подходит генерал. Ну то есть такие какие-то истории. Вообще тогда, конечно, понятно, лихие 90-е, они были, ну действительно время такое тяжелое, депрессивное. И солдаты в армии, дедовщина была. Сейчас говорят, дедовщина-то такой. Нет, это вот какие-то отдельные эпизодические случаи. А тогда, конечно, чудо-все, я кхапанул этой дедовщиной. Но вообще тема военных остается для Забайкальского края, согласись, одной из важнейших. Важнейших, безусловно. То есть в судьбе региона военные сыграли большую роль. И вообще все новости, которые касаются военных, так или иначе, привлекают внимание. К огромному сожалению, у нас теперь, раньше у нас был Сибирский, Забайкальский военноокруг, потом Сибирский военноокруг. Теперь у нас осталась только одна общевойсковая армия. Штаб, который располагается где-то на улице Лермонтова. Это уже, правда, не улица там, а не просто центр города себе выпилили там. Вот. Поэтому темы с военными, они постоянно популярны, но эта новость, скорее всего, залетела в какую-то федеральную повестку. Потому что 4 января, наверное, там нечего было особо читать. Да, просто нечего. Да. Поэтому вот такая тема. С всей страны наша новость, да. 239 тысяч раз на нее кликнули, и до конца эту новость прочитали 205 тысяч раз про чтение. Вот такая новость. 151 комментарий, кстати, собрала. Много очень новостей в этом топе связано с коронавирусом. Коронавирусом, да. Причем они как вот стартовали где-то в конце февраля. И без остановки. То есть практически до конца года. Я обратил внимание, что новость такая в ноябре была. Новость о том, что Роспотребнадзор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и простуды. Это только 5 ноября наконец-то Роспотребнадзор объяснил. Но на самом деле у тебя же здесь Светлана Дуаровна лапа сидела вот на этом месте. Рассказывал много. Еще это было, по-моему, в юнии. То есть понятно, но вот как-то с задержкой Роспотребнадзор объяснил. И в ноябре люди еще не знали, как отличить. Я думаю, многие до сих пор не знают. Я, честно говоря, не очень знаю, как отличить. Я знаю, что запах обоняния теряешь. Ну, и вкус. Ну, вот последний раз был Сергей Анатольевич Лукьянов. Это главный врач по коронавирусу. Он очень четко и быстро выделил основные симптомы. Это повышенная температура, сухой кашель и потеря обоняния и вкуса. А, обоняние это... А, да, обоняние и вкуса. В общем, с коронавирусом здесь много тем. И много новостей связано с выплатами с различными детям. Было несколько серий этих выплат. Вот последнее вообще касалось не коронавируса, а новогоднего подарка, который Путин сделал семьям с детьми до 7 лет, по-моему. Они получили по 5000 рублей. Сначала в июне получили, потом в июле пообещал, что в августе опять получили. Да, это самая удивительная история, на самом деле, 2020 года. Ну, для меня, по крайней мере. У тебя же двое детей, да? У меня двое детей. Ты получаешь. Ну, ты хорошо давай рассказывай. Да, но новость очень странная. Сначала все, во-первых, это было к месту, на самом деле, для жителей России, естественно. Президент поручил сделать выплаты по 10 тысяч рублей. По-моему, два месяца подряд платили, но этого я не помню точно. Ну, по-моему, июнь и июль платили. Да. Платили за май в июне, за июль тоже такое. Да. Или за апрель, ну, какая-то история. И потом... Платили летом, в начале лета. В июле появилась новость о том, что депутаты Госдумы поддержали идею продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей. И на детей до 16 лет в августе. Это у нас новость со ссылкой на... А идею-то чью поддержали? Путина или Мишустина? Слушай, вот надо посмотреть. Идея-то была не какой-то ЛДПР предложил. А это откуда-то сверху, по административной линии. Кто-то намекнул, что это может быть, значит, таким образом продлено. Слушай, ну, это странная новость. Здесь ссылка вообще идёт на УРА-Ньюс. Информационное агентство. Это тоже УРА-РУ на самом деле. И первоначальная новость о том, что в Госдуме поддержали идею продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Я подозреваю, что тема просто не вышла из профильного комитета Госдумы. Этой выплаты не было на самом деле. Все её ждали. И мы даже спрашивали у регионального отделения пенсионного фонда, где выплата. И пенсионный фонд сообщил нам, что нет выплаты. Нет, и не должно быть. Её и не было. И заслужили. Все её настолько ждали, что эту новость у нас 170 тысяч раз прочитали. Но да бог с ней. А ты как думаешь? Вот мы со Станиславом Красноярским обсуждали перед Новым годом тему про то, о чём ещё поговорить в экономике, о чём обязательно нужно поговорить, касаясь экономики в 2020 году. Достаточно ли были меры поддержки, которые государство оказало населению и бизнесу в 2020 году? Только коротко скажи. Очень коротко скажу. Населению недостаточно, бизнесу по-разному. То есть мне, как индивидуальному предпринимателю, вообще ничего не досталось. Ну там у меня сложная ситуация. Хотя у меня даже АКВЭД подошёл под эти вот самые... Ну потому что я на самом деле последний раз зарегистрировал ИП свой 6 марта. А давали тем, у кого было на 1 марта по состоянию, короче, АКВЭД подходит. А я 6-го, когда ещё никаких ограничительных мероприятий не было, ничего. Я 6-го зарегистрировал свой ОТП в этот раз. И, короче говоря, я не попал ни в какую повестку, мне ничего, никаких компенсаций, ни за уборку, ни за что. Ну просто вообще прокатили по всем статьям. Ну так вот у нас к предпринимателям относятся. А самое смешное, что потом ещё тем, кто позже зарегистрировался, там, по-моему, начиная с мая, им тоже что-то дают. А вот этим, короче, марта, он какой-то как проклятый. Я думаю, я не один такой, я думаю, что тысячи, может, десятки тысяч по стороне таких предпринимателей, весело пролетевших. Ну бог с ним, всё, говорю коротко. Предпринимателям нужно помогать, но предпринимателям важнее не мешать. И вот тут меры вот эти, которые отсрочка проверок и так далее. Ну плюс вот эти по мроту, по одному у нас это по 18 с лишним тысяч в Забайкальском крае. Это, конечно, помогло. Я считаю, что это помогло, объективно помогло. Но вообще, конечно, помочь предпринимателям нужно, дав ещё больше денег населению. Потому что малый бизнес, в отличие от крупного, он живёт за счёт клиентов. То есть это люди, которые получают деньги от продажи товаров и услуг малых непосредственно населению. И, соответственно, чем у населения больше денег, тем лучше живут частные предприниматели. Ну и понятно, что, конечно, у населения денег какая-то была подушка безопасности, она сдулась. А многие залезли в кредиты тяжелейшие. И тут, кстати, вы не сильно коснулись. Я смотрел со Станиславом Леонидовичем вот эту программу. Тема закредитованности чудовищной, конечно. Она ещё даст о себе знать в 2021 году. Обязательно обернётся. И те, кто набрал, друзья, из вас кредиты. И вы, конечно, вам может кажется, что сейчас ставка там невысокая. Ну там снизили. Когда-то было 20, начали там под 12% давать кредиты физлицам. Что вообще раньше было невероятно. Ну и вообще ставка Центробанка упала очень низко. Самая низкая в истории. Да, в истории. И всё. И вроде бы нас государство подталкивает к тому, чтобы население набрало этих кредитов. Но это всё обернётся потом банкротством. Слушай, на этом построена вся капиталистическая экономика. Безусловно. Да, то есть нет никаких золотых стандартов. Деньги не обеспечены производством. Вот это вот всё. К огромному сожалению. Да. Мы идём по этому ультралиберальному пути рыночному. То есть не по социалистическому рыночному, такому мягкому пути, который можно было бы там где-то, как во Франции где-нибудь. В Англии, кстати. Ну только последние лет 15 там всё снова либерализировалось. А вот в 90-е годы в Англии была очень-очень такая система социальной поддержки, гарантии и так далее населения. То есть там просто так тебя на улицу не выгонят. Ну и в Германии в принципе неплохо. А мы идём по какому-то ультралиберальному формату вообще наиболее до сих пор. Я вчера слушал, по-моему, или Константина Сёмина, которого ты у меня кинул, или что-то такое, и там речь шла в том числе о том, что суммарный вот этот долг общепланетарный в несколько раз превышает объёмы вот этого валового продукта. То есть мы заняли друг у друга в несколько раз больше, чем умеем производить. Это, конечно, вот так вот, когда попытаешься это понять, это катастрофично просто. То есть мы выдумали мир, в котором живём на самом деле. Ну то есть, конечно, сейчас цифровая экономика и многие товары, где есть копипейст, то есть ты скопировал, то есть ты произвёл одну штучку, а её много-много раз размножил, и ты её можешь продавать бесконечное количество раз одной и той же вещи. Вот, ничего при этом не теряя. И поэтому, может быть, это какой-то источник того, что это соотношение займов и ВВП мирового будет каким-то образом... Я небольшой экономист, тут к Станиславу Леонидовичу надо все вопросы задавать, но тем не менее он будет нивелироваться, но я думаю, что это только значит о том, что аппетиты вот этих банкиров будут ещё больше расти, а не больше будут сдувать этот пузырь, и то есть никогда не выровняется это. И то есть единственный выход, либо в какой-то момент объявить дефолт общим мировой, ну по крайней мере... Или мировую пролетарскую революцию. Все, теперь пора остановиться, поедем дальше. Поехали. Следующая тема, ну я вот прям третью тему мы пройдём с Володей, не хочу её обсуждать, заполитизируемся. Она случайно, видимо, тоже сюда попала. Что дальше? Ну здесь много коронавируса, мы его прям пройдём. Есть вот тоже плохая история, но она тоже частная совершенно. Двое детей внешне осиротели после гибели родителей и бабушки в гараже. Ну это частная история, когда вот это, когда все уходили, никто не возвращался в жизни, вот реализованное. Сначала 26-летний мужчина поставил автомобиль в гараж, прикрыл ворота и уснул в автомобиле с работающим двигателем. Через некоторое время девушка, беспокойная отсутствием мужа, пошла в гараж, где попыталась оказать помощь мужу, однако из-за большой концентрации выхлопных газов потеряла сознание и упала на пол. Следом за дочерью пошла 56-летняя женщина, которая тоже задохнулась выхлопными газами. Ну, короче, в итоге умерла целая семья. Чудовищная трагедия. Да, причём она... В принципе, это может случиться со мной, то есть это какие-то элементарные правила безопасности и понимания того, что происходит. Но, да, действительно, угарный газ. Сказал бы автомобиль, а вот такая штука, которая может убить тебя довольно быстро, ты не успеешь ничего сделать. Да, в общем, потом идут просто потоком новости про коронавирус. Вот эта новость, про которую Володя уже, на которую обращал внимание, Роспотребнадзор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и простуды. В ноябре объяснил. Да, потом минимальное пособие по безработице вернётся к прежним размерам с 1 сентября. Это новость августовская. Это уже очень важная история с пособиями по безработице. Она, кстати, эта тема привела к тому, что часть людей предпочли получать пособия, а не работать. Да, и это большущий удар, опять же, по малому бизнесу. Потому что реально люди работали на зарплату 20 тысяч, а теперь могут не работать за пособие 18 тысяч. И, естественно, многие предпочитают сидеть дома. А большую зарплату, к сожалению, далеко не каждый бизнесмен может себе позволить платить. Особенно это в районах края, в селах. Там сами бизнесмены, предприниматели иногда по 30 тысяч в месяц зарабатывают. И это называется предприниматель. Ну, вот такая ситуация. Да, но я знаю, что прямо в некоторых сегментах это была проблема. Что людей не могли набрать, им было выгоднее получать это пособие по безработице. Это тоже такое немножечко не очень приятное оскал капиталистической экономики. Тут есть две стороны, конечно, у этой палки. Потому что люди очень быстро привыкают не работать. То есть, ты сидишь дома и не работаешь, ты привыкаешь не работать. И через какое-то время тебе уже не хочется. И действительно, это нормальный человек, который в динамичном ритме живет. Он на неделю ушел в отпуск или на рождественские каникулы. Он уже на пятого числа, он уже бесится, на стену лезет. Ему надо что-то работать. Он начинает чем-то заниматься. Я очень остро это ощутил в апреле, когда у меня не было такого большого объема работы, к которому я привык. Но, соответственно, если ты просидишь три месяца дома, тебе очень сложно потом будет включаться. Ты все, ты сидишь уже, смотришь сериальчики. Тебе уже нормально, ты уже там все, ходишь от холодильника до дивана. И я боюсь, что большой пласт людей за это время, за 20-й год, но если подводить итоги года и переходить от конкретных событий к идеям, то вот эта вот идея, часть людей привыкла не работать, лениться, тунеядничать. И это будет сложно, это будут какие-то потери для экономики, в том числе России. Ну и плюс для реальных сегментов, особенно у нас здесь в Забайкале, то что люди привыкли просто так получать деньги. Некоторые сегменты. Да, в отдельных сегментах. Работоспособного населения. Как ни странно, да. Дальше. Сомневаюсь. Дальше опять экономика и помощь населению. Путин предложил ежемесячные выплаты в 5000 рублей семьям с детьми до трех лет. Это новость мартовская. Потом опять коронавирус, опять коронавирус, опять коронавирус, опять коронавирус. Ты же помнишь, как мы вот в апреле, вы все, друзья, я думаю, тоже первые вот эти дни, когда мы каждый день следили за статистикой, даже причем не нашей там, за Байкальской, да, когда сколько умерло и так далее. Еще у нас еще никто вообще, одна смерть, по-моему, была. И мы следили каждый день, каждое утро просыпались и на работе все обсуждали. И вообще, то есть обсуждали, что же там творится. Март, апрель, месяц, это прямо вот эта статистика зашкаля. И был интерес, и понятно, что это все отразилось на вашей статистике посещаемости. Любая новость, там мартовская, апрельская про коронавирус, она прямо выстреливала. А потом просто, ну понятно, притупилось это чувство, стало отрицание стадия. И вообще уже не хочешь ты про это вообще думать и говорить. И все уже без масок начали опять ходить. И вот эта вся история. Ну вот сейчас я про это прямо стараюсь, этот акцент оставить в нашей повестке. Что сейчас в день умирает по 7-8 человек. Каждый день количество заболевших 240-250. Это просто в разы больше, чем было весной, когда все боялись, сидели дома. И я вчера, могу тебе сказать, 2-го числа пытался купить новый пуховик. Заехал в Макси, в торговый центр. Там просто стал потворение. Просто весь город стоит в огромных очередях. Ну, первое время чумы, знаешь, ощущение вот этого, что хочется отвлечься, развлечься, что-то тусить с народом. Машину поставить некуда. Это реально жутко выглядит. То есть, я зашел и вышел. Мне прям реально было не по себе. Я не помню, в какой стране у Пучкова, Дмитрия Юрьевича, у Гоблина, видеоролик смотрел вчера. Там где-то какая-то гулянка продолжалась трое суток в Европе. Не могли полицейские разогнать. Где-то, по-моему, в Испании или Греции. Во Франции. Во Франции. Рейв-пати. И люди просто, люди же сопротивлялись. Их потом чуть ли не там вообще газом, следостативом разгоняли. И вообще забирали в околоток. Потому что, ну, действительно, люди не могут. У них вот это вот чувство депрессии накопившейся. И вот этого какого-то страха, оно уже ищет какой-то неконструктивный, уже какой-то иррациональный выход. И люди просто начинают немножко с ума сходить. Кто-то более-менее в каких-то пределах, а кто-то уже и в никаких пределах. На самом деле мы потеряли страх. И это немножко жутко. Я вот тоже с доктором Лукьяновым про это разговаривал. Он, у него, он вообще не расслаблен. То есть, он говорит, у нас забиты реанимации. Ну, потому что все это видит. А нас от этой информации изолировали. Понимаешь, нам голубой огонек Софии Ротару крутят по Первому каналу. Нам не показывают, ну, вот это все. В чем сам факт появления Софии Ротару? Да, который миротворцев там поддерживал, блин, этих домов. Ну, ладно, не будем. В общем, мы действительно расслабились. И мы все время пытаемся напомнить, что не надо вообще-то расслабляться. Потому что смертность от коронавируса никуда не делалась. Она растет, друзья. Она растет. Ну, она где-то сейчас, вот немножко будет сейчас просадка. За счет вот этих праздников, там еще какой-то. Но сейчас опять начали общаться. Вот в этих очагах, типа Макси там и так далее. Это будет опять все в худшем виде. Я надеюсь, что немножко за праздники, я почти уверен, что февраль-март опять будет всплеск. Будет там третья или четвертая какая-то уже будет. Ну, не будем. Ну, к сожалению. Ну, готовьтесь к этому. Готовьтесь, друзья. Масочный режим. Следующая тема, пятнадцатая почитаемость и наша новость. В 2020 году в августе она написана. Школам России рекомендовали подготовиться к возвращению дистанционного обучения. Это тоже знаковая тема. Все образование в России, да и в мире ушло вот в эту дистанционную форму обучения, которая с моей субъективной точки зрения обучением не является. Вы тогда с Шадрином очень хорошо на эту тему у вас были, говорят, коллеги. Я помню, как ты прям, ну, вы прям плевались тут сидели, потому что, ну, объективно, да. У меня есть знакомые предприниматели, которые мне, которые детей увозят в места, где их могут учить. Люди, у которых есть деньги, которые могут куда-то увезти, они мне говорят, Андрей, они не учатся, просто уже полгода сидят дома, страдают херней. Деградируют, еще деградируют. Мы их просто повезли в учебный лагерь, где над ними с утра до вечера будут стоять учителя и заставлять их учиться, потому что иначе они потеряют год жизни. Вот я склонен утверждать, что все дети, которые учились в школах дистанционно, просто потеряли год жизни. Ничему они вообще не учились. Причем это вот возраст же детский, это вот, когда все закладывается, когда развивается, нужно прокачивать, прокачивать, прокачивать. Это там в 40 лет уже, ну, довольно сложно учиться чему-то новому. А в 12, там, в 15 лет нужно постоянно вот эту мышцу интеллектуальную напрягать, потому что стоит ей немножко ослабнуть, и ты деградируешь сразу не на год, а на два, на три. Ты в твой IQ, твои эмоциональные показатели и так далее, все это падает. Конечно, это одна из самых больших, вот, драматичных вещей, которые случилось в 20-м году. Это то, что у нас образование просело кардинально и теперь неизвестно. И главное, почему вот эта новость так набрала? Я же объясняю, это же не главные новости. Это новости, вызвавшие наибольший интерес, наибольшую обеспокоенность аудитории, да, ЧТАРУ. И, соответственно, вот за неделю, считай, за 10 дней до учебного года вдруг объявляется о том, что школам рекомендовали подготовиться к возвращению дистанционного обучения. И, понятно, паника родителей, и, понятно, интерес к этой новости, потому что вы что, зверели там, что ли, совсем опять, еще раз? Ну, слава богу. Ну, сейчас до февраля, по-моему, да, не учатся опять дети у нас. Я уже запутался. Там в Москве, я знаю, что продлили до февраля, студенты до февраля не учатся. Ну, в общем, конечно, студенты бедные, это тоже, особенно те, кто заплатили там по 30 тысяч в год за обучение, и потом получают вот эту туфту-вебинары, извините, конечно. Ну, да. Давай дальше. Опять мы проскакиваем несколько новостей, которые связаны с коронавирусом. Новость 18-я по счету по кликабельности, 54 тысячи раз на нее нажали. Центробанк назвал размер дохода по вкладам, который будет облагаться новым налогом. Это свеженькая, да-да-да. Свежая новость, 21 декабря написано, по-моему, речь идет о доходах, о вкладах больше миллиона рублей. Больше миллиона рублей, да. Да, больше миллиона рублей. Ну, как известно, денег у народа нет, поэтому все запаниковали, узнав, что вклады больше миллиона рублей будут облагаться. То есть, понятно, что очень большой у нас разрыв по доходам, но и есть значительная часть людей, у которых есть сбережения, и которые паникуют, тут биткоин растет, то еще что-нибудь растет. Биткоин 30 тысяч уже стоит. Да, ну здесь вот, да, вернемся все-таки к новости. Речь идет о том, что бесплатно можно получить доход со вкладов в 2021 году максимальный 42 с половиной тысячи рублей. Все, что выше, будет облагаться НДФЛом, ой, 13 процентов. Это одна из новостей, связанная с НДФЛом, потому что у нас до этого была плоская шкала НДФЛ. То есть, 13 процентов был на любой доход физического лица. В этом году, а Путин, по-моему, предложил на доходы какие-то свыше какого-то 5 миллионов рублей, по-моему, я точно не помню. 5 миллионов рублей, 15 процентов. Причем эти 3 процента будут куда-то там на медицинские какие-то цели, детям, больным. Вроде бы все красиво, но можно я выскажусь? Давай, давай. Но многие говорят, что это прогрессивная шкала. Это не прогрессивная шкала. Прогрессивная шкала, вот как раз в Англии, Германии, Франции, большинстве стран Европы, да и, кстати говоря, в отдельных штатах США, там есть определенное базовое количество заработка твоего. Допустим, в случае с некоторыми странами Европы, это порядка 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов в год, не облагаемая налогом база. А все, что сверху облагается, ну уже там, соответственно, 20-30 процентов и так далее. Но вот эти первые 10 тысяч долларов, они, а в случае, соответственно, с Англией, это, по-моему, 40 тысяч фунтов стерлинг. Это какие-то космические, по нашим оценкам, то есть у нас так зарабатывают только министры какие-то, знаешь, и какие-то крупные, ну в крупных предприятиях менеджеры, короче говоря, там корпорации каких-то серьезных. Вот, то есть тысячи. Ну это в год, это в год, это не в месяц, конечно. Там понятно, что менеджеры корпорации, которые топ-менеджеры, те зарабатывают миллионы. Но, понимаете, вот это вот суть прогрессивной шкалы, вот этого прогрессивности, то, что есть какая-то необлагаемая налогами база. То есть есть так называемые бедные и малоимущие, да, которых государство не доит, с которых оно не стрижет последнюю шерсть, который что-то тебе оставляет, а, соответственно, с богатых оно уже берет это. Наша шкала, когда стригут со всех, а причем богатые как раз не платят налоги, да даже, извините меня, предприниматели, я как предприниматель плачу не 13, а 6 процентов, понимаете, потому что я предприниматель, я молодец, да еще и у меня там какие-то баблашки. А есть люди, которые там, ну крупные предприятия, те вообще не платят, вот эти банкиры и так далее. Ну то есть всякие вот эти ребята, ну не платят они, больше того, их еще датирует государство. То есть все это, конечно, не в пользу народу. Когда у нас говорят о социальном государстве, это все такое номинальное, к сожалению. Это значит, что у нас пока еще пенсию не отменили, вся социальность практически... Ну это с одной стороны то, что ты говоришь, а вот все-таки второй блок, что богатые люди у нас платят очень маленькие налоги на самом деле. Ну вот если смотреть на НДФЛ, я вот открыл табличку, посмотрел, что вот у нас все-таки плоская, там 13-15, это все равно плоская шкала. Да, вот самые большие налоги в Бельгии, например, там у них для бездетного налогоплательщика НДФЛ 55 процентов составляет. В Германии около 50 процентов, во Франции тоже около 50 процентов, в Испании около 40, но в том же США, с которым мы все время сравниваем, больше 30 процентов это налог. Поэтому у нас, с одной стороны, очень щадящие налоги, если говорить про НДФЛ, и очень большая налоговая нагрузка на организации, которые кроме НДФЛ платят отчисления в фонды. Да, в сумме ты, если платишь сотруднику 20 тысяч рублей, ты из них еще 10 тысяч рублей налогов должен заплатить. Да, а если платишь 50, то там где-то 87, что такое, получать. Ну, какие-то космические деньги, короче. А самое главное, что сам сотрудник, наемный персонал, они же этого не понимают, они же не из кармана своего платят. За них платят бухгалтерия, там какие-то налоги. Они уверены, что вот у него зарплата 30 тысяч, значит он 30 зарабатывает. Ему бы сказали, что если бы ты не платил налоги, получал бы 45. Вот тут бы он взвыл, мне кажется, этот сотрудник. Ну, ладно, переходим дальше. Да, новости. Ну, вот мы дошли до 20 новости, теперь можно перейти к статьям. Они у нас называются подробностями, но по большому счету это формат статейных материалов. Мы здесь тоже несколько интересных моментов. Мы на них хотим обратить внимание. Ну, вот самая читаемая статья в 2020 году, это история про то, как первый в Забайкальском крае... В России, он первый в России китаец, тот самый, да-да-да, красавец. Он попал к нам в больницу, в Забайкальскую краевую инфекционную больницу на КСК, и ему не понравились условия содержания в этой больнице. Он вышел на нас через Инстаграм, история такая была. Причем он написал нам, Реоновостям, еще каким-то федералам, еще кому-то, но мы на него единственное отреагировали. Они думали, что, видимо, фейк какой-то. Ну, может, мы вышли с ним на связь, благодаря источникам узнали, что действительно такой персонаж есть. Дальше воспользовались практически моим служебным положением, у меня жена переводчик с китайского. А, с китайского. Да, и мы установили с ним контакт, у нас было несколько переводчиков, на самом деле, они нам помогали. Мы сделали с ним большой материал, этот китаец извинился, он рассказывал о том, что если я заражен, хочу извиниться. Рассказывал про условия содержания, про то, как он туда попал. Ролик, снятый на телефон, по-моему, на ютубе у нас собрал сотни какие-то. 148 тысяч просмотров. Это только на вашем канале, а его все перепостили. Он был во всех телеграм-каналах, везде в вайберах, ватсапах. Он везде просто, его смотрели, я и думаю, что миллионы человек посмотрели. Ну, на этом ролике, на самом деле, было видно, как выглядит палата обычная совершенно в нашей больнице. Ничего в ней особенного такого нет. Ничего жуткого, ну и ничего экстраординарного. Палата да палата. Потом с этим китайцем... Заживались китайцы, конечно, они шагнули в космос. Сейчас Китай по сравнению с нами, это какая-то... Слушайте, эта история про этого китайца Вань Юньбиня, она уже забылась, конечно, в перечете. Вообще ощущение, что лет пять прошло уже. Да. Но вообще она поначалу была очень показательная. Все туда зачем-то полезли, к этому китайцу, вместо того, чтобы его спокойно вылечить, выпустить и дальше работать. Туда министр здравоохранения Кожевников. Осипов пришел в итоге в защиту. Осипов зачем-то пошел. Зачем-то давай с ним фотографироваться. Ну реально превратили это все в цирк. Но кончилось благополучно все с Ваней Юньбинем. Его вылечили. Он, по-моему, дальше жил спокойно в Забайкальском крае. Он Забайкаль не поехал там? А, ну его бы и не выпустили. Да, это было на самом деле за два месяца до того, как пандемия пришла в Забайкальский край. И этот китайец ничего особенного и не привез. Кстати, это вот было, получается, 2 февраля. Это мы понимаем, что это как раз тот самый китайский Новый год. Вот, кстати, по этому поводу хочу всем напомнить, что многие тут уже празднуют год БК. Год БК у нас начинается 12 февраля. Готовьтесь. Пока еще год мыши продолжается, друзья. Не злите мышь, она вам отомстит. Вот, это я шучу. А что касается китайцев, вот как раз тогда из Забайкалья уехали китайцы на Новый год. Строители уехали, уехало огромное количество китайцев. На самом деле много, просто мы их уже привыкли там особо не замечать. Они компактно проживают и компактно работают где-то в отдаленных местностях. И они уехали, и они, естественно, не вернулись. Потому что, когда начался новый период для застройщиков, для строительных отраслей, просто все эти компании встали, и они вынуждены были набирать каких-то там киргизов, таджиков, но других ребят совершенно из других регионов. А у этих, как ни странно. То есть, я не хочу обидеть, но производительность труда значительно ниже, и качество труда ниже. Ну, потому что нет такого опыта, нет такой слаженности. Там китайцы в этом смысле все-таки переданы. Нет таких национальных традиций труда. Да, и даже те национальности, которые не пьющие ребята, ну, мусульмане, они вроде бы вот в этом смысле выигрышны, но китайцы еще более не пьющие, как оказалось. Понимаете? То есть, вот такое, да. Они гораздо более работоспособны. Они работоспособны и мотивированы, видимо, как-то внутренне, дисциплинированы, может быть. Ну, просто приезжают только работать. Да, они приезжают работать. Причем работают там по 18 часов в сутки иногда. Ну, естественно, застройщики пострадали, но в целом строительная отрасль у нас поднялась. Осипов недавно комментировал, что это связано с дальневосточными этими субсидиями. Куда она поднялась? Цены у нас поднялись? Здесь, может быть, как раз потому, что меньше стали строить, меньше успевать, меньше вот это все. Ну, и ипотека, конечно, тоже подешевела. Главное, что, конечно, строительного бума нового не будет в 2021 году. Нет смысла его ждать. Его не будет. То, что было там в 2007-2006-2005, когда вот просто как грибы вокруг росли дома. И вот, собственно, это здание, в котором мы сейчас находимся, оно тоже тут где-то тогда было построено. И такого, конечно, уже не будет в России, я думаю, в ближайшие лет 10. И это должно, что какое-то чудо с нашей экономикой случится. К сожалению, тут прогноз пессимистичный. Но и китайцы не приедут к нам все это строить. Никакие турки не приедут. Вот в чем дело. Ребят, давайте готовиться учить детей рабочим профессиям. Пусть они строят нам за день по дешевке. Ты бы своего ребенка учил рабочим профессиям? Нет, конечно. Это вы же понимаете, что это была злая ирония такая. Да. Давайте дальше. Второй текст, но тут нечего обсуждать. У нас эти темы сильно заходят на сайте. Это, по-моему, интервью с сексологом. Текст, который отвечает на вопрос, куда пропадает секс после свадьбы. Тут обсуждать особо нечего. Если хотите, прочитайте этот текст. Ну, тема секса, она всегда актуальна. Вот как ни в любом... Это самый низ пирамиды Маслову. Там все ясно. Еда, секс там. В данном случае все-таки как чтиво. Почитать про секс, это прикольно. Это ты понимаешь, что там не ждешь никакой гадости. Никакой дряни пессимистичных прогнозов про строительство и рабочие профессии. Там будет все про секс, какие-то простые, насущные вещи. Ну, да, и поэтому люди так активно. Кстати, вот темы про детей в целом очень пользуются спросом. Вот когда-то я... Знаете, вот я скажу, это ирония, но вот желтеньким цветом. Все-таки это, наверное, символично, что желтеньким цветом вот эти вот статьи. Потому что в них какой-то желтый налет есть в этих заголовках. То, что называется... Как это называется-то? Слово помнил, сейчас забыл. Ну, когда заголовки вот такие звенящие, завущие... Не важно, вспомнил, походу. Кликбейт. Кликбейт это называется, правильно-правильно. Вот. И... Ну, после праздников голова не работает. Кликбейтные заголовки читару, кстати, нужно отдать должное. Она ни в коем случае не спекулирует. Был период такой лет 10 назад, когда я вас что-то называл желтоватым. Помнишь, что где-то в Фейсбуке? И вы обиделись на меня. А вот сейчас я отдать должное хочу. Они мне не платят, я напомню. Но желтоватость прошла, стали профессиональнее. Гораздо... Ну, тут Екатерина Шайтанова нужно отдать должное. То есть, это ее жесткая рука, наверное. В каком-то смысле карает за кликбейт, да? Да нет, почему? Кликбейт это допустимая вообще история. Когда заголовок делается максимально кликабельным. Ну, смотри, здесь нет ни одного заголовка из разряда там 5 главных историй того-то. А, ну, такого нет. Если бы ты это увидела, ты бы закричала. Это называется днище. Они потом все плакали, когда узнали, почему он так поступил. Вот это все говно. Извините. Извините. Давайте не будем обсуждать редакционную политику читару. В этом смысле читару, нет, я все-таки должен, приятно удивлен, что вот я читаю топ, я никогда не был возможности почитать топ, и топ это вот действительно, и люди реагируют. То есть, и аудитория адекватная тоже, она реагирует на действительно интересные заголовки, которые мне нравятся в целом. Следующие тексты. Там есть несколько про коронавирус, я их пропущу, чтобы по кругу не ходить. На четвертом месте 35 тысяч раз прочитали интервью с самой сильной забайкалкой Наталья Трухина. Да, Трухина Наталья. Да, это вот женщина, которая похожа на очень крепкую женщину. Да, да, да. Это, наверное, Юля Скорнякова делала это интервью. Да, Юля у нас сама на фитнесе и любит это дело и со всеми знакомыми. Слушайте, ну здесь просто, видимо, большой интерес к самой, безусловно, неординарной девочке. Я бы, честно, самая сильная забайкалка. Я уже дальше не читал, там написано, нет времени на мнение соцсетей, никто у нас самая сильная забайкалка, самая вообще, ну тут, как говорится, в данном случае это ж не рекламный материал, да, здесь допустим вот это вот, да, превосходная степень, она действительно самая сильная, это её там титул какой-то она где-то что-то выиграла. И вот, ну просто интересно посмотреть, как девушка выглядит. Выглядит, ну, соответственно, вот такая крепкая борьба. Да, потом ещё несколько тем про коронавирус пропустим, потому что это одно да потому. Вот интересная история, тоже с коронавирусом связанная, но не напрямую. Почему авиабилеты меняют на ваучеры? И как сдать авиабилеты? Этот текст сделала Таня Паяркина в июне, когда многим людям пришлось сдавать билеты, потому что никуда они улететь не могли. И была такая проблема прямо одно время. Началось в марте, и в итоге вот эта компания РусьТур, которая торговала билетами именно на Хайнань туда в Китай, и которая бортами целыми из Читы в Хайнань продавала билеты. То есть был именно чартер Чита-Хайнань, которые вылетали там несколько раз в месяц, и были эти билеты все проданы, и естественно какой-то процент берет туроператор себе. Это здесь, ну представьте, турагент, он не туроператор, это вот Тур-Ус-Тур. Турагент, он берет там какой-то процент, на который он офис, там все это, вся жизнь у него здесь. Вот. И понятно, что турагент может вернуть только вот этот процент. Все остальные деньги он засылает туда туроператору, туроператор засылает в Китай авиакомпании, авиакомпания засылает туда, короче говоря, вот это, ну снимается отель, где вот эти все номера и так далее трехзвездочные вот и понятно что когда очереди в марте выстроились возле туроператоров и все потребовали вернуть деньги многие туроператоры мы просто разорились вот ну лида напарте моя знакомая турагент она в читинске да она просто ваш вышла на работу минэкономразвитие там в системе мой бизнес теперь работает за зарплату была себе предпринимателем да девушка и ну и в общем-то успешным ну вот это год такой турбизнес закрылся схлопнулся кто-то успел скататься кто-то сейчас на байкале на байкале стоит 13 тысяч в день номер да ё-моё в байкальске это капец вообще 13 тысяч в день песня десятку текстов закрывает самый знаменитый наверное текст 2020 года у нас фонд развития александра осипова это текст посвященной работе фонда развития забайкальского края как деньги из него использовались в ходе избирательной кампании действующего губернатора александра осипова андрей затирка этот текст писал я был выпускающим редактор это было в феврале а вот совсем недавно вы с ним сделали еще и вот это заключительная так понял с андреем затирка была редколлегия вот где он еще раз напомнил эту всю историю с февраля по декабрь чет мы не узнали никаких подробностей к сожалению но фонд развития забайкальского края продолжил оставаться самым закрытым наверное подобного рода учреждениям забайкальском крае хотя они тут выпустили перед новым годом интервью про то как они все всем открыли но на сайте фонда так ничего и нет они там реально немножечко по моему все-таки не в себе ну как вот но это деньги ну как бы меня же всю про деньги рассказать населению но нельзя да вы узнаете как там про фонд развития мы отдельно останавливаться не будем много мы про это говорили для меня довольно очевидно да я отдельно хочу сказать мы уже 36 минут с володей находимся рассуждаем обо всем на свете отдельно я хочу остановиться на том что у нас в этом году были достаточно популярны наши колонки авторские раздел у нас есть такой блоги или мнение мы его еще называем много там колонок публикуется каждую неделю минимум пять вот и эти колонки тоже в этом году стали довольно много читать и в десятке на первом месте тоже коронавирус моя кстати колонка 20 тысяч раз ее прочитали колонкой дело забайкальских врачей это как прям как сталинская история дело забайкальских врачей плохо это колонка про взятки которые набрали главные врачи учреждений здравоохранения бюджетных про илью плоткина я писал о том что врачи эти берут взятки в том числе потому что она очень условно нету там твердой руки нету министра здравоохранения который мог бы сказать алло гараж вот про это колонка а приходила к вам министр вы с ней пообщались вы дальнейшем как-то ну не знаю запланирована еще одна с ней ну мы можем встретиться да здесь нету ну как бы да понятно что жесткой рукой такой она не стала а там без этого порядок там вопрос не только в министре но и в губернаторе то есть губернатор должен хотеть строить систему которая будет но какой-то чем-то единым целом для этого нужно в том числе уметь на себя брать ответственность губернатор брать эту ответственность на себя не хочет вот ну еще что можно отметить в колонках эта тема про айгму ванчикову которая тоже была на слуху в этом году до айгма гармаевна как-то воспользовалась возможностями которые давала систему вот этой госвласти и устроила свою дочь ему ему да эта тема была агинского округа конечно понятно если девочка талантливая если она выучится но зачем агинску нужен специалист такого уровня я не знаю конечно лучше бы 10 детей устроили в 10 других вузов это было бы разумнее это дело не в том что там айгма гармаевна или еще кто-то лично к ней я хорошо отношусь но конечно понятно что да в общем не смогла бы за свои да несколько тем было связанных с айгмой гармаевна одна касалась вот ее ребенка а вторая касалась а того как у нас появилась запись как она кричит на кого-то на главврачей ванчикова наорала на главврачей поможет ли это остановить пандемию это одна из редколлегий слушайте но после этого мы не кричал хотя ему свойственно не вляпывался вот но мы после этого взяли у айгмы гармаевны большое интервью где она все на самом деле объяснила а вот это тоже примечательно интервью тем что там в комментариях люди набросились и на игму гармаевна и на нашего главного редактора екатерина шайтанова которая эти это интервью брала она там вступилась за игму гарман было там 200 комментов по моему под этим текстом а продались продали да вот это вот я не думаю что продали в этом смысле чем все-таки симпатичен читару я хочу поздравить их с наступившим новым годом все что они за этот год не продались и желаю следующем году тоже остаться кто-то вы проданы кто-то бы пожелал продаться может быть да может быть как главный главный ряда как и генеральный директор ты уже подумываешь серьезно нет зарплаты то надо давать в общем вот такой был 2020 год нашей повестки конечно весь 2020 год как вот видно из тех тем которые мы сегодня с Володей обсуждали они большинство этих тем касались карате конечно коронавируса пандемии коронавируса его последствий последствий для обычных жителей и для бизнеса вообще в целом для экономики региона она туда вплетаются и какие-то значимые для нашего региона темы а связаны вот всеми же военными например да с работой региональной дорогу ни слова не сказали но вот железная дорога мне тоже кажется вот она должна в повестке но там какая-то одна из колонок одна из самых посещаемых есть и вот если туда вниз посмотреть под первую десятку под первые 20 материалов там много тем связанных с крупным бизнесом все-таки с тем как работают на нашей территории такие крупные компании как бгк норникель ржд мангазея эти темы тоже для нас актуальны ну конечно все задавлено эпидемии коронавируса это ключевая тема и мы все конечно же я думаю володя тоже надеемся что в 2021 году что-то произойдет такое что тема коронавируса начнет уходить на 2 я думаю что вакцинация произойдет да я тоже хотел только что сказать про вакцинацию что вакцину получит достаточно большое количество людей для того чтобы пандемию все-таки остановить будем рассчитывать на нашу российскую на эффективность нашей российской вакцины хотя многие не верят знаешь меня есть знаком которые поставили и не болеют уже контактирует не болеют все у них хорошо да в москве все хуже ситуации чем чите они там в москве поставили говорят все вот уже два месяца поставил в тестовом режиме я доволен я рад вообще все я вообще спокойно хожу в маске но все отлично поэтому мы с володей желаем вам в 2021 году здоровья прежде всего оно нам понадобится и мы хотим пожелать вам о такой жизни ну как-то так чтобы жизнь менялась чтоб мы как можно реже думали и вспоминали про власть вот хорошая страна это наверное та страна где никто толком не помнит кто там в регионам украины беру рассуждать нет друзья давайте почаще вспоминать по власть про власть и напоминать власти о себе о нуждах народа о наших делах проблемах заботах вот пусть власть наконец поймет что это они наши слуги они наоборот да это тоже важный тезис я отдельно еще хочу остановиться на том что редколлегия в 2021 году как и в 2020 году открыто для всех кто имеет какое-то мнение хочет высказаться по какой-то важной а для общества для общества не только для вас проблеме поэтому мы вас ждем здесь в гостях редколлегии вы можете у нас вот в колонках в мнениях в блогах мы даем площадку всем у кого есть мнение кто способен это мнение заворачивать в читаемые тексты мы вас ждем ждем и как писателей и как людей которые могут поговорить друг с другом в редколлегии и как читатели конечно приходите к нам на читару у нас весь 2021 год будет интересно но мы с володей будем встречаться как минимум несколько раз в месяц а я надеюсь и чаще молоде спасибо спасибо всем слива